В этом году студенты Бердского политехнического колледжа сдают новый экзамен, демонстрационный. Выпускники буквально показывают свои навыки и умения, а оценивают их сотрудники бердских предприятий. Преподаватели считают, что это хорошее подспорье в трудоустройстве специалистов. Найти неисправность тормозной системы, провести диагностику двигателя, разобрать и собрать двигатель. На каждое задание у студентов-автомехаников в два часа. Осталось 7 минут, и ребята завершают свою работу, 30 минут перерыва, и мы переходим, меняемся постами и, соответственно, продолжаем работу. Каждый из участников проходит каждый из трех постов. Экспертами на демонстрационном экзамене, как правило, выступают преподаватели из других учебных заведений. А в Бердский политехнический колледж для этого пригласили 15 потенциальных работодателей. Именно они оценивают подготовку выпускников колледжа. У нас выпускники колледжа работают, проходят стажировку, затем приглашаем на работу, наиболее таких подготовленных. То есть плотностью работаем, ну я уже в течение пяти лет плотностью работаю с этим колледжем. Демонстрационный экзамен сегодня сдают электромонтажники, собирают монтажную схему и электрический щит для нескольких квартир. На другой площадке ищут неисправность. Экзамен проводят по стандартам WorldSkills. Формулировку заданий узнали буквально накануне. Мы открыли платформу WorldSkills. И там пришли задания после того, как участники были подтверждены, а готовность площадки был загружен. Дело новое для нас, в принципе. Дебют сегодня. Демонстрационный экзамен позволяет показывать умения и навыки в условиях, приближенных к производственным. Чтобы провести аттестацию, в колледже подготовили специальные рабочие места. Пока для студентов двух специальностей. Нами было подготовлено три рабочих места, как вы видели, по легковым автомобилям. По электромонтажу, по данной компетенции, вы видели сегодня 10 рабочих мест. В Министерстве образования было выделено нам в этом году 4 миллиона 100 тысяч рублей. Именно по данной компетенции. Поэтому две аудитории были подготовлены, лаборатории в том числе. И чтобы провести данный экзамен, вы сами понимаете, нужны расходные материалы. На расходные материалы еще дополнительно был направлен нам миллион в этом году. Поэтому ребята уже работают в подготовленных местах. В общей сложности студенты сдают демонстрационный экзамен 6 часов. Это непросто, говорят преподаватели колледжа. Но для студентов это хорошая возможность зарекомендовать себя непосредственно перед работодателями.